доброго времени суток дорогие друзья мы поговорим с вами сегодня про фонарики фонарики я считаю вообще фонарь в походе в какой-то каких-то вещах бытовых даже то есть я считаю что фонарик должен быть качественный на самом деле существует очень много видов фонариков сейчас и можно заказать китайские аналоги то есть по районе 10 долларов можно купить довольно таки мощный фонарик вот я же выбрал для себя фирму led lancer то есть работаю с этой фирмой потрясающее качество и сейчас вам покажу и расскажу за что я люблю эти фонарики вот и собственно какие у них дадите достоинства и за что приходится переплачивать то есть цена этих фонариков она существенно отличается они все стоят в районе начиная от 100 долларов ну плюс-минус такой эквивалент да вот плюс-минус то есть 100 и выше да как бы вот но здесь есть фонарики которые более новые которые и как бы уже долго были в использовании они все работают и я вам сейчас все подробно расскажу итак давайте начнем во первых почему led lancer led lancer фирма уже проверенная которая специализируется именно на фонариках вот одно из отличительной их не черты является то что все все заявленное все то что они пишут на коробках то есть ну давайте покажу да вот прям здесь то есть вот все что то они пишут если это там 220 люмин 100 метров 30 метров как бы длина ли там 6 часов или там 30 часов да ну на каждом фонарике они пишут они соответственно пишут и характеристики да есть даже такой фонарик на самом деле он сейчас не со мной я отдал его пользоваться родителям вот это вообще супер мощный 350 люмин 270 метров вот тут просто в коробку поставил чтобы вы как он выглядит это п 14.2 моделька на самом деле старая вот так то есть то что все они пишут это действительно так то есть у китайских производителей каких-то других фонариков они пишут по 2000 люмин там вы все что хотите но никакой абсолютной реалии с этими данными нету у фонариков дэнсер все что как бы пишется это действительно так соответственно в плане часов работы а это уже довольно таки важный параметр можно плюс-минус ориентироваться то есть написано 120 часов то он действительно будет работать 120 часов если написано 6 часов при максимальной яркости значит он будет работать 6 часов при максимальной яркости смотрите вот этот фонарик p14 у меня с собой сейчас нету вам его показать потому что я дал родителям он покупался как такой знаете резервный вариант куда положите можно в машину куда-то забыть про него и когда-то что-то если нужно посвятить то есть он работает я покупал по скидке поэтому купил в принципе он очень большой и не совсем как бы такой удобный у него идет 4 батарейки обычные пальчиковые и не совсем он удобный в использовании так что имейте ввиду он просто большой вот но не очень удобный в использовании поэтому я эту коробочку сразу отложу чтобы нам не мешало положу ее сюда и так вот три в коробочке 3 фонарика давайте начнем обзор вот с этого этого фонарик вы видите он уже потрепанный такой одесса фокусируемся ему или четыре с половиной года то есть где он только не был соответственно вот это вот его коробка вот вы видите его характеристики 110 люмин 180 метров 37 часов работы 3 мизинчиковые батарейки после вот этого фонарика это был мой первый фонарик дэнсер я понял что действительно это фирма с которой на котором можно положиться в плане света действительно лучше купить один раз но надолго и как бы этого хватит то есть это действительно так смотрите сразу расскажу про плюсы во-первых корпус фонарик дэнсер идет но у нас по-настоящему металлический то есть и вот как вы видите на это все вот этим сколам царапинам то есть он прошло реально много я с ним был и в армии и 10 только не было серьезные на рыбалках и в армии всяких разных и походах то есть в очень многих ситуациях он не использовался и он до сих пор продолжает работать то есть все работает отлично очень яркий свет и теперь у всех фонариков дэнсер это тоже важные нюансы хочу отметить у них как они заявляют по крайней мере что у них идет золотое напыление на контакты то есть вот смотрите сейчас камера сфокусируется вот батареечка не нашла вот такие мизинчиковые батарейки то есть и вот это золотое напыление гарантирует что через какое-то время у вас контакты не заржавеют то есть у вас всегда будет контакт хороший это как бы один из их плюсов второе они дают пожизненную гарантию на светодиод то есть или не пожизненную там в районе 10 лет работает то что самый световой элемент будет работать очень долго то есть видите принципе фонарик реально он прошел очень такое жесткое использование он весь пошарпанный у него единственное что у него просто чуть-чуть помутнел вот это стекло я уверен что можно полирнуть но мне как бы это не доходит руки но он идеально работает он очень много раз падал с ним что только не было то есть я им как бы серьезно я его не берег и он и он был как и фонарик на оружии тоже также на автомате и то есть с ним все осталось в порядке то есть действительно фонарик очень хорошего качества единственный минус который для себя увидел и потом уже открыл что но это более новых моделях появилась то что здесь пучок света он не регулируется то есть вот он светит одним пучком света и нельзя настроить фокус сделать меньше больше ну то есть это как политический фонарик считается поэтому может быть это и не нужно вот но для похода например намного удобнее это поможет дальше когда можно фокус регулировать то есть можно сделать широкий фокус ты идешь например и ты ну на расстоянии там 15-20 метров и освещается ну просто как будто фонарь над тобой да на дороге то есть это вот такой нюанс для тех кому интересно эта модель называется сейчас вам скажу секундочку так здесь написано так 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 написано эта модель называется v2 led lancer v2 да такая инструкция у него а секундочку я вас обманул эта моделька называется m7 вот видите название m7 модель называется и вот принципе здесь рассказывается про все эти технологии которые здесь есть вот такой фонарик то есть действительно у меня не против кстати кому интересно вот вся линейка каких-нибудь фонариков на самом деле это старая как бы линейка сейчас появились новые вот но просто так для тех кому интересно итак давайте поедем дальше перейдем к более интересным вещам давайте сложим поаккуратнее возможно когда-то надо будет еще использовать посмотреть интересно будет хотя эта модель уже старая то есть три с половиной года практически пять лет и знаете я ошибся ей пять с половиной лет то есть пять с половиной лет у меня это фонарик поэтому как бы и не думаю что это понадобится давайте пойдем к следующему фонарику вот этот фонарик покупался как это вообще очень интересный фонарик вот его коробочка он называется m3r вот смотрите то есть еще кстати вот я не сказал что у этого фонарика три мизинчика батарейки на всех не новые фонарики лансер большинство идут уже заряжаемой батарейкой плюс или минус трудно сказать на самом деле сейчас я думаю что все-таки это уже плюс с развитием power bank of потому что можно купить две или три батарейки такие заряжаемые и то есть но не париться потому что какой поход не пойдешь кладу есть там на неделю даже да то есть взять power bank и спокойненько то есть заряжать эти батарейки и все будет работать а брать с собой то есть кучу то есть там 20 мизинчиков батареек но это тоже не вариант поэтому думаю сейчас как бы уже намного актуальнее фонарики со встроенной батарейкой заряжаемой но если фонарик нужен как бы попользоваться иногда как бы там какое-то количество времени просто то есть не там на не на 10 дней до изначально без электричества до грубо говоря хотя опять же тоже power bank это решение проблем то безусловно фонарик которые уйдут уже заряжаемой батареек и намного более удобнее так вот вот этот фонарик он шел в такой коробке я уже сказал смотрите он очень маленький то есть он фактически меньше ручки он удобно положить нового можно положить карман я его начал использовать когда вот сделал курс медбрата то есть очень удобно им было во-первых при ну то есть работать с пациентом то есть надо проверить где-то что-то то же самое сейчас как глаза то есть если реакция или нет вообще то есть просто чтобы был фонарик и он как бы мешал тебе своим местом и вот этот фонарик он потрясающе делать свою работу вот во первых у него есть такое крепление чего как ручку можно креплять вот видите да во вторых наконец-то они сделали то что регулируется фокус то есть вот смотрите вот например вот это вот пятно и можно видите сделать его маленьким можно сделать большим то есть ну соответственно если это на стену светить то понимаете да пятно будет намного больше это очень удобно это действительно очень удобно батареечка маленькая такая вот она как мизинчиковая но это не мизинчиковая батарейка для него идет своя юсби зарядка у всех фонарик в дэнсер сразу изначально в комплекте идет такой чехольчик то есть куда можно положить фонарик на пояс там или что так но здесь того что искрепление вот такое то нет надобности в этом и по поводу режимов то есть в этом фонарике то же самое то во всех фонарях лэнсер то есть мы один раз нажали у нас есть как бы яркий свет жаре 2 раз выключили второе нажатие будет включать менее яркий свет и третье нажатие у нас такой вот такой вот флэш и так же и мы можем нажимать как бы без клика просто да вот как такие сигналы давать то есть тоже очень удобно такой трехрежимный трехрежимная такая вот работа вот и после всего вот этого я ходил тоже на рыбалку знаете рыбалка то есть какие-то такие вот и путешествия походы я всегда как бы отдал предпочтение таким фонариком и никогда не задумывался на лобном фонаре и на самом деле понял что на природе в походе где-то да там где ну на самом деле оказывается очень удобно иметь фонарь налобный до который тоже очень хороший новый фонарь то есть который действительно светит и при на рыбалке то есть кромочной тьме то есть хорошим фонариком ты ну то есть его фактически как будто находишься просто под фонарем то есть не испытываешь вообще абсолютно никакой нехватки света вот я выбирал смотрел и в итоге пришел к выбору такого фонарика mh10 это уже новая их серия 600 люмин 150 метров 120 часов работы здесь стоит огромная перезаряжаемая батарейка вот такой вот комплектик в комплекте у них идет сумочка кабель зарядки для батарейки такая вот сумочка . можно убирать опять же положить повесить на пояс и вот смотрите как выглядит сам фонарик то есть вот такая вот система одевается на голову и эта батареечка сама посмотрите как она выглядит покажу вам то есть такая большая батарейка зарядочка для него от usb от повербанка можно все заряжать очень удобно батарейку можно такую докупить то есть очень удобно обратите внимание что батарейки находятся не здесь а вот здесь то есть ничего перевешивать не будет все сидит очень плотно этого часть вообще абсолютно не мешает можно на кепку на каску одевать ее просто на голову и поворотная часть то есть можно перед собой на себя конечно же здесь есть регуляция фокуса то есть видите можно сделать превратить его в как бы в луч и можно сделать просто огромный очень широкий пучок то есть ну как вам объяснить ну то есть если вы будете идти перед собой у вас будет радиус наверное 10 метров то есть представляете да радиус 10 метров и вы действительно будете все видеть ну и то же самое также есть режим работы то есть ну вот для наглядности так вот отсюда наверное да лучше сейчас я вот маленький фокус второй режим менее сильный еще менее сильный здесь три менее сильных режима так и здесь вот нет то здесь три режима то есть сильный средний и слабый режим подсветки и здесь нету флешей ну и соответственно вот этот вот луч режим луч и сейчас я буду расширять фокус обратите внимание как все освещается то есть действительно фокус у него очень в плане радиуса засвета очень очень хороший радиус засвета такой фонарик действительно я не пожалел о том что его купил если не был уже на рыбалках в походах очень удобная вещь всем советую друзья теперь что касается общих советов при вырыве фонарика то есть даже если вы решите покупать китайский какой-то фонарик неважно в целом да как бы на что стоит обратить внимание вот эти контакты с напылением все вот это это все как бы уже знаете такие фишки они то есть вы не ради этого до покупаете я считаю главное на данный момент то есть сейчас да вот мы живем 2017 году я считаю что все таки у фонарика был фокус то есть ну иногда нужно посмотреть что вдалеке а иногда просто чтобы было комфортно то есть с ним работать когда мы что-то делаем что-то ищем да там когда просто куда-то идем то есть просто простой луч нам не всегда помогает да если по лесу ночью идем куда-то нам намного удобнее смотреть что пись перед собой чтобы у нас был большой радиус то есть первое это фокус второе я считаю что все-таки сейчас уже намного удобнее если батарейка перезаряжаемая то есть купается фонарик сразу там две-три батарейки перезаряжаемые и с юсби powerbank то есть все работает просто на ура и мы забываем о том что такое постоянная нехватка батарейка вот ну и соответственно стандарты защиты от воды от пыли влагозащищенной все фонарики лэнсер они пыли влагозащищенные поэтому с этим проблем нет то есть это тоже думаю как бы такой важный фактор чтобы не было что вдруг у вас там что-то где-то попала вода и вас фонарик сломался ну и соответственно когда уже производитель дать какие-то чехольчики какие-то дополнительные фишки это просто приятно друзья все кому понравилось ставьте лайк увидимся на моем канале всего самого хорошего